Хорошая. Она сейчас еще лапки опустит. Да. И она же... Они с машины нам вниз. Что за диво? Вот. Что за диво? Тебе нравится, дочь? Да. Не успела проснуться, елка пришла, да? Вообще красавица просто, слушайте. Красавица. Соня. Она такая красивая, как Соня. Да? Как зайка. Вот это елка. Сегодня Дед Мороз нам елочку принес. Мы уже прицепили свечи. Вот эти вот... Что, Софья? Софья тут вешает. Помоги, что ли, ну давай. Ой. Это фикс прайса вот я купила. Вот эти вот мне очень нравятся свечи. В общем, этот влог у нас будет чисто по наряжанию елки. Но это надо побольше тут сделать, не помещается. А это остались? Да нет. Получается, Софья? Висит? Ну-ка. Нет, она упадет. Висит! Молодец! Ты купила? Я купила. А там арбузы есть. А там арбуза. Арбузы не надо тебе? Давай попробуй. Маме неудобно одна ручка еще. Вот такой шар. Дед Мороз советский. Еще со школьных времен я его красила гуашью. Сейчас Соня его трогала. И вон он весь потек. Надо его подкрасить. Но я его очень люблю. Он такой советский. И здесь у нас мишура и игрушки. Игрушки будем показывать. А еще бабин Катин Дед Мороз, да. Маме дарила клиентка. Поставь его под елочку тоже. Поставь. Ну, сюда мы сейчас коробку откроем. Там игрушки. Сейчас я открою. Что тут? Обезьянка. Обезьянка. Тут у нас и советские. И вот это мне дарила подруга. Она у меня рукодельница сама делала. Это тетя Таташа делала, которая вчера кроватку тебе привезла? И зайцев. Вот советские. И советские, да исторические. Вот как-нибудь сюда, на фоне елки, а то у меня отсвечивает. Снегурочка советская. 40-й год. А что Дед Мороз? И Дед Мороз. Есть у нас такое. Ожидайте, а в другой сторону. У меня отсвечивает. Плохо видно. И зайцев. И зайцев. Покажи мне. Все никак не продам. Я тебе сейчас продам. Таташа мечтает их продать на барахол. Соня вон там. Ой, сосулька. Ой, сосулька. Это мама вязала. Что написано на сосульке? Давай читать. Мама в том году вязала сосульку. Любви в 2017. Это зайкин сосулька. Зайкин сосулька, да. Все в Иванских коробках у нас. Вот это у меня тоже подруга дарила. Я все помню. Леночка дарила сердце мне такое. А вот этот домик тоже советский. Мама, на. Фикс-прайс. Вот эти вот фикс-прайсовские, это, маленькие веревочки. Стас, помогай. Мама, на. Пес. Потом, вот смотри, какая есть корова в вязаном платье. Вот эти шишки. Люблю, они современные, но такие. Это шишечки? Шишечки, да. Покореньки не могут. Папа, никак. Вот и этот шар я люблю тоже. Смотри, Соня, какой шарик красивый. Весь в камешке. Ну-ка, попробуй его повесить. Получается, дочь? Да, получается. Давай, хватай, да. Не получается сейчас, мама. Посмотри, какие тут еще у нас игрушечки. Дай-ка мне. Дай-ка мне, деловуха. В общем, целая коробка у нас. А вот еще мама вязала в том году какую сосульку снежную. Будешь вешать? Не, буду. Ну как не будешь? Что там? Ничего не написано. Она просто голубая. Она, смотрите, мои сосульки относит на диван. Их на елку вешать, Софья. Не. Не будешь? Просто сидеть. А как мы говорим, какая елка, просто... Орогить. Не надо говорить, ну ладно. А кто тебе елочку принес? Дед Мороз послал. Дед Мороз прислал? Какой добрый Дед Мороз. Вот Соня еще советскую игрушку мне достала. Моя. Упала. Соня, в общем, все сосульки, дай покажем, которые мама в том году вязала. Ну дай зеленую хоть покажу, она вон как елочка. Она все собрала и не дает их вешать. Все, это ее сосульки, типа того. Такая пушистая елка. Сосеночка. Тебе больше всего понравились сосульки? Маме надо было навязать и все. Соня повесила самые большие шары на самый низ. Так будут висеть, Софья? Так. Да? Шишечки. Малышечки. Дай покажу. Я сейчас тебе отдам. Ты у нас одна, типа елка. Из бисера, из разного мама вязала. На, на свои сосульки. Из фикс прайса, смотрю, много у нас уже игрушек. Каждый год подкупаем. Еще целое коробище. Сейчас будем дальше наряжать. Год петуха провожаем. В том году мама вот такого чудушного петуха вязала. Ай! Наряжаю, наряжаю. Это кто у тебя там? Снегарь. 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 Конечно. Получается? Ой. Видишь, что у нас получается? Не получается, сейчас папа тебе поможет. Папаня? Папаня. Персик? Персик. Ты с леса пришел персик? Я с леса пришел, да. Деда Мороза. Ты паснул, Деда Мороза? Да. За елкой ходил. Папан? Да. Аккуратно. Шишка. Ой, а вот это мне в подарок присылали с Челябинска в том году. Мастерская Ажур. Я у них делала заказ кораблика. И они мне... Ну, это не за кораблик. Что-то там мы переписывались в Инстаграм. И присылали несколько таких штуки. Три. Сейчас мы их найдем. А Соня опять ручной работы тоже тетя Наташа нам дарила. Только в другой год, наверное. Это кто? Самые ценные игрушки. Ручной работы. И вот такие вот. Деревянный. И деревянный. Деревянный вот у мамы. Вот вторая. Деревянная игрушка. Совушка в ловце снов. Она до сих пор пахнет вот этим вот. Когда выжигаешь. Вот в детстве выжигали. Совушка символ мудрости приносит деньги в дом. Я надеюсь, нам принесет. Это голубочки тоже с фикс прайса. В том году покупали. Я делала им веревочки длинные, чтобы вот их именно можно было туда, вглубь. Повесь. Повесь. Сейчас повесь. Это шишечка. Это кто? Шишечка. Шишечка такая. Это советская шишечка. Голуби мне нравятся. Только они, ну, они крутятся. Ну, пусть крутятся. Зато они закрывают все это пространство. Вот эта лялька моя любимая из детства игрушка. Мне кажется, сколько я себя помню. Тебе дать ляльечку. Ну, она стеклянная, Софья, аккуратно. Повесишь сама? Повесь. Слазить только с дивана. Мама залезла на диван. Еще вот эти вот тоже. Я люблю колокольчики тоже. Мне кажется, не то в фикс прайс, не то в евро шок. Каждый год мы минимум по одной игрушке докупаем. И в этом году, мне кажется, даже нам все равно будет мало. Нет, там... Мама! Упала? Давай. Мама залезла на диван, чтобы с этой стороны... Потому что я не люблю, когда спереди много игрушек. А у него стены нет. Где персик? Папа пошел на балкон. Персик. Персик? Ну, пусть будет персик. Даме сосульку синий. Ну, все, оно на елочке висит, сосулька. Да. В том году я еще такие валеночки вязала всем клиентам в подарок. Ну, и себе, конечно, оставила один. Ой, Соня еще одну коробку распаковала с игрушками. А смотри, кто тут еще у нас. Кто? Еще один гик. Еще один снеговик. А, да, да. Конфетки. В этом году Соня конфетки ед, поэтому туда можно конфетки. Ой. А тут у меня Тейвен. Привет, снеговик. Привет, снеговик. А Тейвен, точно, я забыла. Привет. Звезда. Зеленый Миш, ура, ура. Ой, это что так громко? Снеговик упал. Аккуратней. Это тоже Эвен, что ли? Нет, это не Эвен, это мне кто-то дарил. Ольга дарила. Должно быть три. А, разбили третий. А, точно, они к третьему. Я готов. Ты, снегурка. На, снеговиков, поставь себе на стол. А, дай вешать. Да не будем вешать. Она так и сняла мою сосульку бисерную. У меня в Эвен была сова. Стас, открой, я покажу игрушки. Была сова, и она у нас разбилась. Мы на улице елку наряжали, туда ее отнесли. Там у нас ее украли, даже разбитую. А вот это должен гореть. Это Дед Мороз. Соня, смотри, какой Дед Мороз. Я про него вообще забыла, откуда он у нас. Это мои сошли. Вот такие вонские сосульки. Им уже много-много лет. А вот здесь должны быть ангелочки. Сейчас я их повешу, я их люблю. Да, это одна матовая, одна глянцевая, одна такая шиммерная. Дед Мороз попался. Тут классный Дед Мороз, надо его для съемок использовать. А тут вот такие вот они, как типа хрусталей. Ангелочки со свечкой. Да, я буду, да, я буду такая. Ты туда хочешь пойти? Коробку. Аккуратно, звезда. Звезда, надо повесить звезду сейчас. А, да. Мама наряжает елку, Соня наряжает сама себя, да? Ты елка, что ли, дочь? Нет, я гука. А кто ты? Я гука. Игрушка? Еще вот какая у нас игрушечка. Помните, раньше так модно было вот это вот? Смотрите, что у нас уже гремит. Я тоже. Это от Смороза с балкона даже вспотел. Ой, ну это елка. Уже такая более нарядная стала елочка. Помочь тебе? Да, я вяжу, у меня остаются маленькие вот такие вот кусочки пряжи. Я их не выкидываю. Всегда думаю, на что-то пригодится. И вот сейчас я игрушки, на которых маленькие веревочки, вот эти прям отрезала, фикс-прайсовские маленькие, приделываю длинную веревочку, чтобы повесить на елку, на лапу, чтобы удобно было так, хоп. А то малюсенькие, сейчас вот покажу, какие вот такие вот тут. На них нереально, только если на иголке, они с иголок потом свалятся. Ты снегурочка, посмотрите, какая у меня снегурочка. Очень красиво. Вот сейчас всем приделаю по цвету, где не по цвету. В общем, вот у меня еще. И буду вешать красиво, даже отражаюсь на лапы. Ну, в общем, как-то так нарядились. Сейчас еще дождик добавим с мишурой, которую Соня тут красиво по полу разложила. Как не надо? Это для елочки украшение. Это под елочку положим. Подожди, сейчас я тебе помогу. Что-то меня не наводишь, а вот. Не надо мешку брать, Софья. Соня у нас постоянно что-нибудь доснимает. Да не надо, Соня, только повесили. Ты что? Что-то упало, Соня, не трогай елку. Сейчас я поправлю. Все, готово. Внизу, конечно, вот эта большая шарная Соня повесила. Теперь нужно немножко себе тут коробки убрать. Покажу вам, как вечером горит. Но тут Соня у нас постоянно что-то корректирует. Соня, там пусть стоит Дедушка Мороз. У тебя нет. Зачем? Приди. Приди. Она у нас постоянно чего-нибудь доснимет. Все мои сосульки сняла, которые я вязала. Сама вот в мишуре ходит, да, Соня? Сейчас будем убираться. Стол не дает нам из зала свой унести в детскую комнату. И свое одеяло. Ну, надеюсь, на Новый год мы с ней договоримся. Еще тут халат мой лежал, принесет и спит на нем, лежит. Когда я повеселю вас, когда Соня была совсем малышкой, грудной, если я куда-то уходила, Стас рядом с ней ложил мой халат, как с собачки, чтобы запах мамы был. Я не знаю, помогала или нет, но он говорил, что она не плакала. Я как-то пришла, она лежит, уснула рядом с ней. Я говорю, а что халат мой тут делает? Он говорит. Я положил, чтобы был запах мамы рядом с ребенком, чтобы не плакала. Вот, так что вот так вот. Ну и свой елочный новогодний влог завершу тем, что Сонечка уже уснула. И вот такую шкатулочку я и покупала в экспрессе, на магнитной такой. Покупала для того, чтобы какой-нибудь подарочек положить. И у нее уже шкатулка, которую я и вязала для заколок, вся переполнена. Заколок много, и вот это будет у нас для заколок. Но пока вот такой-то Тошка будет лежать в этой шкатулке. Сейчас под елку его положу, будет выглядывать, конечно, за то, что ребенок нарядил елку. Это не новогодний подарок, а просто мы ей говорили, что ты нарядишь елочку, и Дед Мороз обязательно тебя за это похвалит, что-нибудь тебе под елку положит. Поэтому вот такой презентик будет ее ждать с утра под елочкой. За целый день елка распустилась, стала еще пушистее. Там уже вот лежит товарищ, выглядывает как из кнура. Сейчас покажу, как без света выглядит она у нас вот так, с фонариками. Так, со светом. В общем, всем пока-пока. До встречи в новых видео. И с наступающим Новым Родом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова